Любовь не вечна, но первая, она очень трогательная и очень теплая. Так типа козел он или не козел? Да козел, конечно. Да я слышу так, что за... Динамики, любишь в радио. Юрина завжди приходит в разных образах. Я уже прям ставки могу приймать, понимаете? Я думаю, скоро тотализаторы будут приймать. Вгадайте, какой завтра колор волосся будет в ЮЮ. И реально фиг, вгадаешь. Вона сегодня коротко пострижена, она сегодня сфилатим волосся. Вона сегодня в штанах зебры, в кофте зебры, с голым прессом, який не все, до речи, бачат. Но сверху дубленка. Потому что ноябрь, да. Потому что пора уже удаваться. Спасибо, вы тоже. Вы очень заряжаете настроением. Я хочу сказать спасибо за комплимент, во-первых. Во-вторых, хочу сказать и отметить артистов. Знаешь, вот есть в школе хвалят учеников лучших. Юля приехала сегодня за полчаса до начала интервью. А для украинского шоу-бизнеса, ребята, это прям подвиг. Поэтому спасибо тебе, милая. Спасибо большое за это. Я такой испробок. Я думаю, то не просто, знаешь, Юля подумала, буду я суперчемной. Я думаю, это прецедент неправо, значит, что-то было. Куда-то прям супер жестко запизнилась. Я такая, ну все, до ребят не буду больше. Не, приеду швидше. А знаете почему? У меня просто супер строгий пиар-директор. Умничка. Умничка. Дякую. Нет, цена правду дужного слова для нас, ради ведущих. А что у тебя вот с пунктуальностью? Вот есть моменты, которые ты вот прям опоздал и очень сильно стыдно за это? Есть, есть. Я вот постоянно на самом деле опаздываю. Мне очень стыдно за это. Спасибо большое Насте, моей любимой, которая меня гоняет. И она меня специально иногда говорит время, типа, надо приехать в 9. Она говорит, у нас выход в 8.45. Приезжаем в 8.45. Да, я приезжаю в 9 и как раз вовремя. Лайфхак просто. Лайфхак еще, я бы сказала. Да, да, да. Да, как твои дела? Расскажи, мы с тобой относительно, в принципе, недавно виделись, ты приходила к нам в красивом платье. У тебя тогда вышел EP, мы об этом говорили. С другим цветом волос. С другим цветом волос. Это по умолчанию опция, мне кажется. Даже вот как бы не обсуждается. Если ты шар раз приедешь однаково все, то знаешь, что взломалась система. Знаешь, два раза. Я запоминаю, как я выгляжу у вас на нашем радио и потом переодеваюсь. Да, у меня вышел новый альбом, называется он «Подпольный». И он невероятно залетел во все топ-чарты iTunes, Spotify, YouTube Music. И все вот эти вот ваши штуки, где распространяется музыка. Да, и уже вторую неделю держится в топах и в чартах. И очень большие прослушивания и классные отзывы. И особенно на трек «Подпольный». Я сняла песню, сняла на него клип, который называется «Подпольный гей-клуб». Меня любят, кто ты ждут. Мой план на вечер, я иду в да Винчи. И мы снимали с настоящими бойцами, с боксерами на бойцовском ринге, там, где занимается усик. И мы опорочили это место. Потанцевали там очень красиво. Я набрала, наконец-то, первую сотню. Ну, у меня перевалило за 100 тысяч просмотров. В моем новом проекте «ЮЮ» это радость и новость, потому что у меня еще такого не было. И клип дальше продолжает набирать. Там уже еще и больше просмотров. И я просто суперсчастлива от этого. Танцевали в том стиле, вот те тренировки, которые ты посещаешь, вот эти вот... Тверк? Нет, мне поставили... Господи, как же это называется? По полу, когда юлозишь, вся вот эта такая... Такая сексуальная, да? Сексуальная, да. Окей, гугл, есть вопрос. По полу, когда была... Швабра, нет, дальше что там? Стиль танца. Но там есть немножечко от Вога. Я сейчас пошла на Вог. Да, да, да. И там меня гоняют, как несколько лошадей. Вог, нужно объяснить, судя по глазам. Юра, он в шоке, я не понимаю. Да, я недавно тверк выучила, но я выучу добрый тверк, потому что я понимаю... Это когда руками, руками, так вот очень такие движения... Это позинг, да. Это очень классный танец. Он основывается на позах и на иронии над модными журналами. То есть раньше Вог, это было от отбросов общества, которых не принимало модное сообщество. И они издевались над ними и делали разные позиции, имитируя позы в журнале. И из этого все перешло в танец. И из этого целая субкультура. Это на самом деле очень интересно и прикольно. Правильно, разумеет, что они настолько секси, как тверк? Это секси, это еще более секси. Там все доброе. Туди проймается. Хорошо, давай перейдем к песне, которую мы слушаем сегодня. Называется песня «Бой-бай». Тут очень важно не переплутать, не «Бай-бой» или что-то. Расскажи об этом треке, пожалуйста. Ну, смотрите, сам EP «Подпольный» он про любовь, про разную любовь. Например, «Подпольный» это про безграничную любовь. Песня «На колени» про доминирующую любовь. Что, довольно-таки логичная. Я разрешаю посидеть у тебя на коленях. А EP «О, О, 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 О!» Юра подошел на колени. На колени. Я, знаешь, четко зробую, потом взглядал, что у нас видеоизъемка, взглядал, что моя дружина, ты можешь подавить. Да, ладно, нет. То психану, извините. Продолжи. А следующая песня «Бой-бай» это про нежную, юную и самую первую любовь. Бой – це хлопец. Бай – це бай-бай, чи бай – це купити? Бой-бай – это пока. А, бай – це це. Я думаю, что может быть бай, типа, як ну, заплатить. Конечно же, ты закинула нам удочку с темой о первой влюбленности. Конечно же, нам интересно узнать твою историю. Мы послушаем трек. А потом тут камин-аут, возможно, и произойдет. Обязательно. По поводу твоей первой влюбленности или любви. Как тебе удобно. О крутых вечеринках, сумасшедших нарядах и преображениях, и не только вне эфира мы говорим с Ю-Ю, Юлией, Юрией. На сегодня в гостях утреннего шоу «Динамики». Привет! Доброе утро! Песня «Бой-Бай» в эфире нашего радио уже прозвучала. Мы поздравляем тебя с премьерой. Спасибо, спасибо большое. Ну и откатимся туда к вопросу о влюбленности. О первой, в частности, влюбленности, потому что песня именно об этом. Ну, это всегда интересно. Во сколько? Кто этот человек? Знаешь, что там стало? И какова его сейчас история складывается? Мне было... Ну, это были мои первые отношения. Мне было 14-15. А, прям вот так? Да, да, да. А то ж обычная влюбленность у меня там в садике. Не-е-е, мы же говорим про, ну... Про трушную. Про трушную. Про трушную, да. Первые мои вообще отношения, они длились 3 года. 14, да? А, то есть ты уже думала, что назад, уже все серьезно. Думала навсегда, да, да. Даже с армией ждала, представляешь? Вообще. О, обожают всякие темы. Вообще. Не дождалась, правильно я разумею? Дождалась. А Вин? А он не дождался. Гэт выросла. Слишком другая стала, поменялась. Поэтому все, пока. Вот. Потому что вот эти мужчины говорят то, что вот помоложе классно брать девочку, можно ее под себя воспитать. Нифига. Такого не надо делать. Все всегда должны распределять свои границы, знать, кто что любит, кто что не любит и уважать чужое пространство. Но любовь была очень сильная, вот. И мне признавались в любви на закате. У меня тогда были рыжие волосы, меня тогда называли такой ведьмой. Это... Рыжие твои, именно твои родные? У тебя какой, кстати, родной цвет волос? Подожди, мне интересно. А какая из нынца? Я где-то вот блондинка, как моя пиар-менеджер. Ага, окей. Да. Светлорусая. Светлорусая, да. А я тогда красилась хной, я была жгучая, рыжуха такая. Вот пулечка. Да, да, да. И вот это вот, представляете, на каменном пирсе, на берегу Чёрного моря, на закате. Мне говорят, какая я зеленоглазая ведьма. И дают мне обещание любви до бесконечности. И я такая вся молодая, маленькая. Думаю, боже, это навсегда. И написала вот по этим воспоминаниям песню «Бой-бай». Потому что, ну, как бы, любовь не вечна, но первая, она очень трогательная и очень тёплая. Так, типа, козёл он, чи не козёл? Да козёл, конечно. Да ясно, что так, что за питание. Взял, пришёл, сказал, что поменялось. Вот, как поменял, она каждый месяц до нас приходит іншую. Ну да. А она поменялась за тот рік, или там, сколько его там не было. Ну видишь, не выдержал, не выдержал моих изменений, да. Но ничего страшного, нашла другого. Весь, у наших девочек всё вот так вот. Главное, что ты не скажешь, что все такие. Вот это она и главнейшая. Нет, нет, конечно. Не все такие. Проходят тут мужики такие, мужики такие. Нет, нет, я люблю мужчин. Вот мне мой вообще, смотри, колечки какие подарил, красивые. Нет, давай так. Вот мне мой терпит эти ногти, да? Так что любить, Юль. Людина, яка терпит, что ты постоянно с такими ногтями, любит. Мои метровые ногти, это вообще отдельный вид удовольствия. Все девочки плачут и хотят такие же. Не стесняйтесь, с ними и картошку чистить можно, и ванну помыть, и полы поубирать. Да, глазики с картошки там дуже добрые, не выкалывайся. Конечно, конечно. Девчата, длинные ногти, цветные волосы, делайте всё, что хотите. Ваши мужчины должны вас любить такими, какие вы есть. Твои тебе колечки дарят, а ты ему что? А я ему дарю свою бесконечную любовь и радость. И мы сожгли так умороты. А я любовь. Вильмине айфон, а я любовь. Мы друг другу дарим хорошие подарки. Я там ему то ПС, там джойстики на ПСку дарю, то наушники я ему когда-то подарила. Когда-то я ему айфон первый подарила, а когда-то он мне подарил айфон. Ну мы такие, друг другу дарим хорошие подарки. А сколько у тебя уже эта история? 10 лет. О, Боже мой. О, Боже мой. Мне понравится, что у них уже 10 лет, но она ему джойстики на Плейстейшн дарует. Конечно, потому что вышла пятая Плейстейшн. А знаешь, что его очень сильно растрогало, когда я ему подарила накладки на Плейстейшн в виде Бэтмена. Вот там просто до слез. А я думала в виде сисочек. Знаешь, он такой прям, вот это у меня самое лучшее, золотая моя. Спасибо тебе большое. Поверь, в виде Бэтмена накладки, все круче. Поверь, просто поверь. Да, поэтому реально, да. И мы вот теперь с этой Плейстейшн на Ютуб заходим, смотрим мой клип. И не зря, не зря стоит Плейка. Нормально. Хотя бы так, да? Е-браузер на Плейте можно. Реально, каждое утро у нас начинается с подпольного гей-клуба. Ну, это реально такая песня веселая, что... Нет, это все нормально. А нормально свой клип передавляться каждый ранок? Ну, типа, ладно? А мне так нравится, я не знаю. У меня там так одели красиво. Ну, ты же знаешь, да, что с одного IP-адреса один просмотр засчитывается. Да, знаю, но... Тобто не в того прикол. А теперь скажите, вы свои сторис пересматриваете один раз или потом возвращаетесь? Несколько, конечно. Я свои сторис пересматриваю каждый день с утра по несколько раз. Вот это вот любуюсь с собой невозможно. А клип посмотреть так, это вообще удовольствие. Тем более, что далеко не каждый человек в стране может похвастать тем у нас, что у него есть собственный клип, который можно посмотреть на Ютубчике на секунду. Через Плейстейшн. Нас сейчас в студии шесть человек, и клип не столько у нее у одной на секунду. Вот вам и статистика. На бойцовском ринге, там, где Усик снимался, с двумя красивыми молодыми боксерами, которые реально дрались, которые один другому зуб выбил. Вы представляете? Ну, раскрошился, но все равно... Прямо во время съемок? Да, да, да. А ты обходил в бюджет клипу? Нет, но они сказали, что им по кайфу. Низлова. Нормально, Юль, у нас такая работа. Да, да. Юлия Юрина. Вообще, да. А вы знаете, как я написала эту песню? Мы с девками пошли в гей-клуб тусить. И я такая, ну, класс, никто меня здесь не знает, никто меня здесь не узнает. У меня драгдива узнала одна. Драгдива — это как верка сердючка. То есть мужчины переодеваются в известных, ярких каких-нибудь женщин. Да, там драгдива была в костюме Оли Поляковой. Я такой, ой, я вас знаю. А мы тогда наклюкались вообще страшенно. Мы со стриптизеров снимали трусы, залезали на подиум и танцевали тоже подвергую сердючку. Сейчас очень интересное ощущение тех людей, которые только-только включили радиоприемник. А вы знаете что? Мне написала девочка, сказала, что она ни разу не была в гей-клубе. И она вчера с подружками пошла по моим рекомендациям и говорит, я так не тусила никогда в жизни. До пяти утра, да? Так реально? Но в гей-клубах почему девчонки туда любят ходить? До них не пристают. До них не пристают. Ты можешь наклюкаться с какой-нибудь драгдивой, там сидеть, тереть за жизнь, обсуждать мужиков. У тебя туч потечет, тебе еще и подотрут, и макияж красивый сделают. Вот это вот посмотреть на стриптиз мужской, да, и потанцевать. То нормально, что вот все эти гей-клубы, тематика и все, что ты сейчас рассказала, меня наибольшее здивувало и схвилювало, что драгдива в костюме Поляковой. Так, это же, это же... Красиво. Но слушай, у Поляковой очень яркие образы. И вот эти кокошники смастерила на себя трусики и литки. А пришла-то ты к нам с песней «Бой-бай» про первую влюбленность. Я, я, да? Вот эти вот чистые эмоции, теплые, про которые ты рассказывала буквально 15 секунд в эфире нашего радио. Нормально. Юрина, ты такая ризна. Да, вот видите, не каждый выдерживает, если честно. Но главное, что твой терпит 10 лет, поэтому нормально. Это самое главное. Не терпит, а наслаждает. Конечно. Ну, что ты так думаешь, но да. Спасибо тебе, что пришла к нам этим утром. Ю-ю. Юлия Юрина в гостях утреннего шоу «Динамики». До встречи. До встречи. Хорошего настроения всем.